Здравствуй, дружок! Сегодня у нас сказка из Грузии. Три сестры. Было то или не было, жили муж с женой. Было у них три дочери и больше ничего. Ни именья, ни владенья. Вот однажды мать убирала полку, и упали с полки три хлебных зернышка. Подобрали эти зернышки, отнесли их в поле, да в землю посадили. Взошли хлеба, да какие! Дурной глаз не сглазит. Стоит Нева, волнуется, как море колышется. Смотрит муж с женой, радуется. Созрело зерно, пошли все в поле. Сжали, увязали в снопы и поставили огромный скирт о шести подпорках. Поставили и пошли домой. На другой день послал отец старшую дочь взглянуть на хлеб. Пришла она, видит. Обвернулся вокруг их хлеба большущий гвеляшапи. Обхватил весь скирт и хвост свой во рту держит. Чуть не умерла со страху старшая дочь. Побежала домой, рассказала обо всем. Послал отец среднюю дочь. Пойди, спроси, что ему надо. Зачем пришел? Пошла средняя дочь. Увидела гвеляшапи. Перепугалась. Ничего не спросила. Так домой побежала. Послал отец младшую дочь. Пришла она к гвеляшапи и спрашивает. Скажи, что тебе надо? Зачем пришел? Сказал гвеляшапя. Пойди, скажи отцу. Пусть отдаст одну из дочерей мне в жены. Пошла она и рассказала отцу. Спросил отец старшую дочь. Дочь моя, пойдешь за гвеляшапя? Как же, говорит старшая дочь, дождетесь. Пойду я за него. Только мне и дело, что за гвеляшапи замуж идти. И средняя также ответила отцу. Подошел черед младшей. Младшая сказала, пойду. Взял ее гвеляшапи и увел. Ползет гвеляшапи, тянется, спешит за ним невеста. Миновали они деревню. Встал гвеляшапи, скинул кожу. Стал таким прекрасным юношей. Лучше и не вообразить. Обрадовалась невеста. Рассказал он ей. В моей стране по-каджетски говорят. Скажет тебе мать, разбей кувшин. Надо принести кувшин. Скажет, разлей воду. Надо принести воду. Скажет, разбери печь. Надо затопить печь. Скажет, убери со стола. Так накрой на стол. Скажет, побей тарелки. Ты принеси их. Так научил ее всему и повел домой. Пришли они в каджетскую страну. Приказала свекровь в снохе. Пойди, пролей воду. Встала сноха. Пошла и принесла ей воды. Все делала, как ее муж научил. Девица все. Только привели ее. А уж все понимает и весь наш порядок знает. Пришлась новая сноха всем по сердцу. Скоро затяжелела она. Как пришло время родить, повели ее в дом к родителям. Увидели сестры, позавидовали хорошей ее жизни с мужем. Родила она сына. Пришел и муж за женой. Собираются они домой. Пристала старшая сестра. Возьми, да возьми меня с собой, говорит ей младшая. Не ходи. Моя свекровь недобрая женщина. Не уживешься с ней. Нет, не отстает сестра. Так и пошла с ними. Идут они. Сестра и говорит зятю. Мать держит ребенка. Тяжело ей. Я возьму у нее ребенка, а ты иди вперед. Мы тебя догоним. Пошел он вперед, а сестры отстали. Идут они, видят. Стоит ябло невысокое. Ствол голый. Бессучьев. А сверху вся плодами увешана. Говорит старшая сестра младшей. Я тебя подсажу, полезая на дерево. Собери плодов, только переоденься в мое платье, чтобы свое не испортить. И ребенка дай мне подержать. Послушалась сестра. Могла ли она что подумать? Отдала сына сестре, переоделась в ее платье, влезла с ее помощью на дерево и стала срывать яблоки. А сестра взяла ребенка и побежала вдогонку за зятем. Плачет ребенок, плачет, с кулачок слезы роняет. Да кому до него дело? Только мать, что на дереве осталась, слышит, как сын убивается. Не выдержала. Крикнула сестре. Ты, сестра! Ты с грудью тощий, сына моего! Не мучай! Возврати скорее его ко мне! Дам я ему я молока! А сестра бежит. Увидалась зятя и кричит ему. Обожди! Молоко у меня высохло! Ребенок плачет! Убивается! Остановился зять. Не распознал ее. Думает. Жена его. И одета, и убрана, как его жена. Идут домой, ведут и сына. А где же сестра твоя? Спрашивает зять. Сказала я ей, что не уживется со свекровью. И домой вернула. Пришли домой. Говорит свекровь. Невестушка, разбей кувшин. Та возьмет, да как грохнет кувшин. Чах-чах! Только и слышно. Разбей тарелки. Та и бьет во все руки. Разбери печь. Взяла топор и давай бить, что есть силы. Все перебила. Что было утвари в доме? Усомнились все. Неладно что-то с ней. Нет у ней молока. Завели корову и растят малого молоком той коровы. Подрос мальчик. Стал водить свою корову в поле. Пасется корова. Ходит за ней мальчик. Кормит ее. А мать осталась одна на деревне. Плачет. Убивается. Так вся слезами и изошла. Где ее слезы и кровь пролились, выросли из земли камыши. Что лес до тысячи разных цветов до трав. Повел однажды мальчик свою корову. И пришли они к той яблоне. Сорвал мальчик камышинку. Надрезал ногтем и заиграл. Запела свирель. Сверель, что стон твой значит? О чем свирель все плачет? Плачет то мать твоя, сын мой. Сын, дорогой мой, любимый. Поет свирель все одно и то же. Обнял ее мальчик. Прижал к сердцу. Не расстается с ней. Принес домой. Играет. А свирель все тоже поет. Услыхала мачеха. Как огнем ее опалило. Схватила она свирель. Всю на куски изломала. А кусочек свирели упал и запел. Сверель, что стон твой значит? О чем свирель все плачет? Плачет то мать твоя, сын мой. Сын, дорогой мой, любимый. Услыхала мачеха. Отняла у ребенка все кусочки и в печь бросила. Сгорели они. Сложились из их золы портрет несчастной матери и лег на стенке печи. Сидит мальчик у печи. Плачет. Глянула мачеха в печь. Увидела портрет. Обозлилась. Разворотила золу. Выгребла. Развеяла по кровле. Вырос на кровле прекрасный тополь. Увидел гвилошапи тот тополь. Обрадовался. Понес свою постель. Постелил под тополем. Ляжет он ночью. Заснет. А потом опускаются ветви. Обнимают мужа. Ласкают его. Бесится мачеха. Умирает от злости. Притворилась она больной. И говорит мужу. Если срежешь тот тополь, да вырубишь из него корыто, чтоб не искупаться в нем. Выздоровлю. А нет, так умру. Ну и умирай. Черт с тобой. Освободи меня. Сказал муж. Ушел гвилошапи на охоту. А жена позвала работников. Велела срубить тополь. И вырубить из него корыто. А купаться не стала. Зачем ей купаться? Какой болезнь это? Вернулся муж. Рассердился очень. А чем теперь делу поможешь? Упала одна щепа с того птополя на кровле одной старушки. Нашла ее старушка. Взяла в дом и покрыла ею квашню. Как уйдет старушка из дому. Поднимется щепа. Обернется женщиной. Вымоет всю посуду. Подметет, уберет все. Станет опять щепой. И покроет квашню. Вернется старушка. Все убрано, вычищено, вымыто. Девица старушка. Идет к соседям. То того благодарит, то другого. Все сказали ей, что и ногой к ней не ступали. Не чистили и не убирали у нее вовсе. Подстереги лучше, сама узнаешь. Кто это? Так и сделала старушка. Вышла она, будто идет куда. Спряталась за дверь и ждет. Подумала щепа, что ушла старушка. Стала женщиной и давай чистить да убирать. Подкралась старушка. Хвать и поймала ее. О горе мне! Закричала женщина. Не бойся, дочь. Ты дочь, а я мать. Говорит старушка. А одна я. Нет у меня детей. Хоть ты будь моей дочерью. Обрадовалась-то. Зажили они вместе дружно и счастливо. Попросила разженщина старушку. Мать моя дорогая, пригласи ко мне в гости к Виллишапе. Что здесь живет? Вместе с женой и сыном. Согласилась старушка. А чего же нет, доченька? Приглашу. Исполню твое желание. Приготовила женщина обед. Пригласила своего мужа, сестру и сына. За обедом, когда начались тосты, взяла хозяйка стакан, налила и сказала. Будьте здоровы все. Ты, супруг мой. Ты, сын мой. И ты, сестра моя. Понял муж, кто его жена. Рассказала она все, как было. Взял муж изменницу, привязал ее к конским хвостам. Растерзали ее кони на части. Женился опять на своей жене. Если раньше им сладости не достало, так теперь насладились. Мор там, пир здесь. Высевки там, мука здесь. На этом сказочке конец. Кто дослушал, молодец. Если понравилась тебе эта сказочка, не забудь поставить лайк. Ну и чтоб не пропустить новую, не забывай подписываться на наш канал. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok